Я считаю менеджеров бездельниками, что уж там, они же сидят, ничего не делают, ходят на работу, пьют кофе, смотрят на модные журналы, красиво одеваются, много-много разговаривают, ну и просто веселятся, вот, а вся работа на где, у программистов, эти великие люди делают великие дела, вот, ну, что ты ожидал услышать, вот, правду, ну, на самом деле, ну, как тебе сказать, отстой, это все, весь менеджмент, Работать с людьми это геморрой, это намного, ну, на самом деле, если провести аналогию с программированием, ну, то же самое, ну, те же самые яйца, только в профиль, только у тебя инструменты какие, у тебя не пул реквесты, гитхабы и прочее, у тебя там кто-то с кем-то поссорился, Этот дружочек не работает с этим пирожочком, вот этот вот в плохом настроении, что-то с ним не то, надо узнать, ну, ты постоянно находишься в режиме решения конфликтов, ты такой конфликт-менеджер, вот, это первое. Ну, я хочу тебя спросить, а цена ошибки, то есть, если ты хочешь сделать какую-то ошибку, то у тебя там два-три дня кеморрой, а если ты сделаешь какую-то ошибку с человеком, что по цене, скажем так, моральной и физической, что вот больше, то есть, ошибки где будут больше все-таки? Ну, само собой, ну, смотри, если ты делаешь банковское, вот, и допустил ошибку, проебал полмиллиона долларов, ну, наверное, там цена ошибки высокая, вот, если ты делаешь расчет с людьми, то, мягко говоря, один, ну, один токсичный человек, давай вспомним токсичный выпуск, вот, один токсичный человек может нормально так притормозить всю твою команду, вот, целиком, да, то есть, если оценивать команду в деньгах, да, вот, все зарплаты мы взяли, сложили, приплюсовали, да, это не ваша там зарплата пару тысяч долларов, да, мы, скажем там, 20 тысяч долларов, да, вот, сложим все, вот, и вы прокапили пару месяцев из-за того, что вы там выясняли отношения, что-то где-то там, кто-то кого-то там подставил, кто-то кому-то там не сделал то, что обещал, начал там рассказывать, как правильно работать людям, вот, ну, ты потратил там 40-50 тысяч долларов на решение этой проблемы, ну, потому что время, все остальные люди тоже не могли работать, были заблокированы, выгоды там, там уже, бла-бла-бла-бла-бла-бла, да, да, то есть, цена ошибки у менеджера, она, конечно, высокая, вот, а, ну, ее, я понял, что ее, возможно, решать только набирая осознанных товарищей, которые изначально стоят дороже, да, то есть, если ты такой менеджер, который, такой, и я волшебник, вот, вот, тогда ты, в принципе, можешь идти на риск, спокойно все это и разруливать, и минимизировать вот эти потери, и брать, в принципе, любых людей под управление, если ты можешь с ними разрулить и построить команду. Как мы поняли, команда строится, ну, от 4 месяцев, то есть, от 3 и более месяцев, в зависимости от зрелости людей. Наверное, тяжело, ну, я вот лично для себя сделал вывод, что я бы не нанимал людей до 25 вообще в команду. Во-первых, ну, где-то они еще в облаках летают, какого-то гормона играют, кто-то где-то там придумал какой-то неправильный мир, да, то есть, где он центр, центростремительный мир, вот. Ну, и с такими людьми тяжело разговаривать, потому что ты им говоришь, чувак, посмотри, ты же не прав, ай-яй-яй, ну, подумай, где, вот, смотри, логика, начинаешь тратить неделю на разъяснение, вторую неделю. А человеку пофиг, у него, он не в компании, он не в команде, он головой целиком в каких-то своих приключениях, в каких-то делах, которые далеко-далеко за компанией. Поэтому, ну, рассчитывать, что он будет успевать и быть, там, погружен во все, что у тебя там происходит, ну, не приходится. Ну, ты сейчас взял вот так вот и... Никого я не... И до 25 лет класс просто так похоронил, да. Не берите их на работу. Не берите их в стартап, да, вот. Берите их в аутсорсинг, вот. В аутсорсинге им самое место, то есть, вы дали им, ну, вы сделали хороший план, вы потратили кучу месяцев на проработку, у вас есть ТЗ, у вас есть менеджеры, которые будут с ними нянчиться. Ну, этим людям нужна нянька, ну, так или иначе. Согласен, среди них есть осознанные граждане, которые уже развились и, в принципе, умеют. С ними можно вести диалог, они понимают, у них какая-то правильная система ценностей, они понимают, что если им платят деньги, это не значит, что они пришли в офис, да, вот это. Им платят не за похождения в офисе, не на отсиживание штанов, ну, это классическая СНГшная фишка, да. Вот. Им платят за работу, то есть. И мое мнение, ну, мои моральные ценности, они так подуспокоились, ну, типа, ну, как бы ты не делаешь работу, ну, пока, вот, ну, все. То есть, тянуть, играть с тобой, типа, ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, сделай свою работу, за которую мы платим тебе деньги, у тебя есть договор, где есть твои должностные обязанности, ну, пожалуйста, выполни их. Ну, мы будем стараться, чтобы тебе было вообще хорошо, мы тебе сопельки потерем, но просто берем свое время, умножаем на количество часов, которые мы тратим на конкретного гражданина. И вот, плюсуем его зарплату, плюсуем еще всех людей, которые с ним тоже сопельки подтирают, ну, и видим, что он какой-то золотой становится. Очень. Да, то есть, нам тогда уже выгоднее нанять прям челика на x3 зарплату, и пускай он без опелек, вот, просто делает свою работу, ну, которую мы от нее ждем. Мы не ждем каких-то героистов. Нет, ну, теперь смотри, сейчас, по-моему, у зрителей может возникнуть такой когнитивный фестинанс, но помнишь... Даши, помогите найти кнопку. Помнишь, как-то на одном из заметков у нас, мы вычислили, что работа программиста, это не писать код. Конечно. Работа программиста, это продумывать, какие-то задачи решать, а сам по себе кодинг, это уже результат этого труда. То есть, и тогда, вот, когда твои слова по поводу труда уже становятся более осязаемыми. Ну, давай я зрителям немножко свою мысль разверну, потому что ты ее так немного исказил сильно. А, вот так. Да, то есть, на самом деле, я рассказывал ребятам про то, что, ну, грубо говоря, ну, мы делаем стартап, да, то есть, мы экспериментируем над людьми в стартапе и говорим, доставьте вот эту фичу вот сюда. Даша ждет, что фича будет сделана. Наша задача в стартапе, наверное, и в аутсорсинге плюс-минус тоже, поставлять фичи. То есть, к нам приходят и говорят, мы хотим, чтобы, например, экселька заливалась в облако, из нее доставались данные. Определенные. Предобрабатывались определенным способом. И вот здесь вот что-то, какая-то цифра получалась, да, там 42 где-то в углу, такое типа 42, 42. Вот, задача программистов как-то подумать, найти решение, которое какие-то конкретные, более-менее достижимые сроки позволит эту фичу отдать. Если вы занимались там рефакторингом, вычитыванием архитектуры, поиском максимального решения, 100-500 миллионов раз переделывали, говорили, это не я переделываю, это потому что погода, кто-то там, Игорь, там, люди, вот враги мне мешали это сделать, но ты не доставил фичу в оговоренный срок, то ты не сделал, не справился со своей работой. То есть, твоя работа не писать код, твоя работа вот делать вот эту вот фичу по решению этой проблемы и доставлять ее. То есть, важен еще момент доставки, то есть, технически ты делал, 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 но никто не увидел. А что ты сделал? Что ты делал, да? То есть, можно рассказывать сказки, что я там тружусь, я не сплю, я беспокоюсь, но если с самого момента доставки не произошло, никто не может попробовать твою фичу и оценить, нету конечности результата, то есть, типа, я все еще делаю, я начал, но не планирую заканчивать, то это выглядит, как, типа, ну, ребята, что вы хотели, я просто хочу потянуть время, потому что мне платят за время. Но мы не платим тебе за время, то есть, в аутсорсинге, возможно, платят тебе за время. Тебе платят за доставку фичи в оговоренный срок. Все. Не можешь справиться? Скажи, я не могу справиться. Тебе помогут даже. Задай вопросы, спроси, я не понимаю, почему так. Помогите найти решение. Но я для себя сделал вывод, что хороший программист должен предлагать решение. То есть, есть хорошая практика написания писем. То есть, знаешь, такие, типа, корпоративные правила по деловой переписке. То есть, когда ты пишешь челику, который выше тебя по уровню, ну, у тебя есть проблема, например, не работает, не знаю, водопровод, да? Он просто не работает. Вот, у тебя проблема. Но перед тем, как написать директор уровня повыше, ты пытаешься разузнать, почему он может не работать. У тебя есть гипотезы и есть, как минимум, три варианта решения, да? То есть, чтобы менеджер мог сделать какой-то выбор не из одного пункта. У меня есть три, вот одно единственное идеальное решение. Пускай у него будет три, два калечных, одно нормальное. Вот, директор посмотрит, сам оценит уровень твоих решений. И уже будет предмет разговора. То есть, когда нет решения, к тебе приходят, говорят... Может быть, какую-то дополнительную информацию? Нет, так понятно, понятно. Ну, когда ты приходишь, или люди к тебе приходят, а очень часто я заметил, что они так делают, они приходят и говорят, не работает. Или вот так, вот так. А вот, смотрите, смотрите. Вот оно, вот оно. Или такой человек, ты не голову режешь, не делай так. Вот так. Мы сделали вот так, не вот так. Вот так, не вот так. Я хотел сделать вот так, но я попытался сделать вот так, потому что вот так да это ничего не говорит ну начнешь с людьми разговаривать и говоришь у тебя была задача сделать вот это примерно вот за столько потому что это важно ты ожидаешь что человек поищет решение потому что он программист у него есть google интернет друзья как угодно то есть никто не ограничивает того что вы должны его решить своей головой то есть никто не приходил тебе говорил чувак даже спрятать можешь придумай с нуля фреймворк то есть и говорят сделай сайт как его сделаешь фреймворком забором у друга возьмешь готовый такой сайт всем похер вот если ты сделаешь в оговоренный срок допускай ты сделаешь за 20 минут и будешь целый день пить кофе всех устраивает может делать за 20 минут пойти в качалку отлично то есть для меня как менеджера если вот говорить про менеджмент для меня важно чтобы фичи успевали в какой-то примерный диапазон попадать то есть мне пофиг это будет сделано за час или за неделю если выделил неделю на эту фичу мне в принципе насрать что ты делаешь всю остальную неделю то есть я не буду пытаться тебя а давай еще тут обязательно чтоб ты постоянно работал у меня такой цвет у меня такой цели нет просто молодец красавчик да вы если хочешь вот есть ряд задач выбери нет ну нет ты же заметил как мы с премиями начали поступать одна особенность нашей компании мы премии платим за то что люди справляются с тем что мы от них ожидаем то есть мы говорим сделай пожалуйста вот так не вот так вот так просто сделай и он делает вот так и мы получаем это вот так вот примерно вот за это время мы даем премию потому что молодцы не подвели ты понял услышал красавец если они сделали когда мы описывали в каком-то своем т.з. вот так они сделали вот так как-то типа то наверно премии не заслужили вот ну потому что как бы мы уже вроде бы там все сделали чтобы у тебя были способы решения проблем иногда печеньки да то есть мы даем премии за то что человек просто делает свою работу не супер-пупер не умирает на работе и тратит там дома кучу времени не надо нам нам бессмысленно того что человек просто вот устанет и будет потом еще пару недель восстанавливаться и говорить о так плохо или там на перекурах пойдет и будет рассказывать тем какая ужасная компания бесконечная работа нам постоянно накидывают задачи сколько бы я ни делал работы меньше не становится становится прикиньте если вы сделаете все задачи которые нам нужно мы пойдем в отпуск все поедем на багамы отдыхать даже не пойдем вот просто деньгами тебе вперед дадим иди отдыхай скажем в общем ты можешь 3 дня не приходить на работу если ты хочешь да ну что не очень нет но заплату тебе идет но но проблем вообще проблем да то есть я посмотрел что неэффективно пытаться быстро постоянно загрузить людей там оценить их типа а насколько он продуктивный загрузим его с макушечкой но я вижу что люди устают я вижу как люди устают когда они решают сложную задачу не могут быстро и решить ну я это вижу я замечаю я сам не люблю решать какие-то нерешимые задачи но я бы снять но ты пилишь очень интересную сложную пищу выдохнул и потом много маленьких и дать бать такую херню какую-нибудь стану будешь давай давай посижу отдохну так это нормально нормально мы все-таки занимаемся умственным трудом и если у тебя плохое настроение ты не выспался тебя болит голова не работай сегодня возьми отдохни завтра голова не будет болеть пусть лучше чувствовать вот тогда и поговорим поработать но у нас есть всегда диапазоны то есть мы не говорим что фича должна быть сделана там в пятницу мы говорим ну примерно вот вот до сюда если ты сделаешь будет нормально а потом уже возможно будет проблема то есть окей это нормально это диалог то есть мы рассчитываем на тебя вот примерно вот так и все это единственное к чему я пришел то есть ставить жесткие дедлайны это значит что любая кирпичи который падает ломает всю твою систему надо заново все планировать это бессмысленно я как разрулю дедлайны это моя задача мне надо предполагать что что мне как разрулить да мы не хотели изначально делать никакие митинги стендапы вот это вся типа давайте 5 минут с утра там в 11 часов будем говорить но и дальше как еще обычно войну я ведь я встречал в эти компаниях стендапы всякие заводят примерно ну типа в самый ранний срок когда все люди должны быть в офисе то есть например в 9 утра в 10 утра что чтобы вот типа челики поспешили и пришли вот максимально целый день провели вместе ну во первых мы решили делать в 12 чтобы во первых люди могли прийти если ты не успеваешь то есть созвон да ты можешь просто сказать я не успеваю я нас созвонит или я не захотел прийти почему-то там я могу позвонить да то есть есть перманентная ссылочка на которой ты можешь звонить ну и во-вторых мы к митингам пришли по потребности то есть нам не было нужны общаться мы не общались мы не представляли это правило а просто оно должно было само вырасти чтобы никому не объяснять зачем это почему появит у всех такая потребность вдруг магия да ну она вдруг мы заправились а нет она вдруг появилась потому что но мы начали уже практически в принципе завершать проекта финальной стадии когда мы уже шлифуем и все примерно наводной волне и все примерно понимают что вот здесь вон там и все кто все знают не просто так что мы общались чтобы какому-нибудь условно менеджеру игорю рассказать потому что не хочет сам сесть почитать код посмотреть что кто залил на нет такой проблемы нет то есть игорю все расскажут если он подойдет и спросит то есть нет вопроса спрашивать и у меня все спрашивают у нас была попытка работать удаленно но у нас стартап да еще раз повторюсь мы работаем не в аутсорсинге у нас нету каких-то там прям project project менеджеров которые там сидят и их задача там курировать agile процессы burnout чарты отчитываться джиру вести какие-то просто формальности соблюдать никакой такой проблемы нету потому что у нас есть наша задача как к определенному сроку сделать какой-то определенный объем в какой последовательности мы его сделаем сколько из этого объема мы не сделаем мы не обсуждаем то есть мы примерно оцениваем что процентов 80 объема мы точно сделаем постараемся мы приложим все возможные усилия чтобы его достичь где-то мы сделаем быстрее где-то мы потянем больше ну да да мы оцениваем но мы начали оценивать наши вероятностные возможности то есть мы начали стремиться во первых стартапе дать очень быстро 60 процентные качества то есть условно за неделю если мы можем 60 процентов фичи отдать это уже хорошо то есть это значит что ее могут оценить протестировать она уже может пойти дальше по процессу вверх там тестирование прочее она не готова на сто процентов но уже можно собирать фидбэк от менеджеров от продуктов от дизайнера от тестировщиков уже что-то вольт заводится да уже можно попользоваться и вот это 60 процентное качество нам дает возможность идти немножко на ощупь то есть мы не планируем больше там двадцати-тридцати процентов того что мы будем делать то есть это бессмысленно если мы у нас будет план на 50 51 процент работы то наверное нам было бы эффективнее потратить на время на саму работу вот поэтому мы оцениваем вот примерно 30 процентов работы и примерно целимся в 60 процентное качество максимально быстро а потом мы возвращаемся местами и доводим это качество если мы попали то чтобы целились до 80 процентов опять тестируем если опять всех все устраивает на всех уровнях ну тогда мы уже шлифуем его час мы на этапе уже финальных шлифовок то есть самое важное что мы добились этими легкими это то что каждый человек знает что он будет делать сегодня и завтра мне мне понравилось но самое главное вы в ней на неделю не на 2 сегодня да но это все зависит от стадии продукта я уверен что если бы мы именно релизнули продукт и мы выпилили уже типа саппорт то мы могли бы планировать на неделю то есть раз каких-то непредсказуемых вещей бы не было мы пока в разработке да мы еще продукт сам дальше до релиза не дотянули и поэтому мы планируем маленькие шаги мы пробовали планировать двухнедельными стринтами как по классике да но получалось говно то есть у нас на первой неделе все настолько сдвигалась что это не работает то есть в стартапе есть смысл делать операции ну чем короче тем лучше день максимум 2 мы целимся к тому что у нас без но все ребята которые занимаются поддержкой но поддержка смысле там бизнес-анализ составление документов дизайн одни смогут оторваться от основной команды разработки на неделю да и у них будет какой-то план примерно кураторство в неделю но пока сложно потому что разработка успевает догонять вот анализ анализ делается быстро но опять же слишком много нюансов которые надо учитывать но нам вот этого маленького кэтика похватает чтобы хотя бы на месте не стоять и быстро двигаться вперед ну реально то качество которое вижу мне очень нравится то есть мы реально продумали очень хорошо мы реально когда начали вычищать именно так идти как бульдозер вычищать те куски кода которые мы на 60 процентном качестве бросили ну я вижу что то что попадет в продакшен она будет прям очень качественно по сравнению ну по сравнению с обычной разработкой ими стартапов проект которая привык на аутсорсинге какой-то такой филансерской работе намного качества и менеджмент меня позволяет успокоиться то что мы можем обосраться вот эта мысль на самом деле нормально то есть ну грубо говоря когда мы начали заниматься менеджментом я ты все остальные мы пришли к выводу что ну я пришел к выводу что во первых о проблемах надо говорить сразу то есть мы видим проблему чтобы вот какой-то кусок там фичей он просто по каким-то неведомым причинам не реализуем в текущий момент просто вот мы раньше оценивали что он возможен на этапе планирования потом мы начали попытались его реализовать оценили и такие нет точно нет вообще никак нет извините потому что ну да у нас есть research мы примерно можем оценить по времени и можем примерно сказать что если все будет ок то вот тогда мы сможем этим заняться мы не говорим абсолютно нет конечно все можно сделать но есть люди то есть у нас команда не rockstar мы нанимали не самых сильных людей специально специально да потому что есть нюанс о котором ну опытные люди знают но грубо говоря если у вас все рок-звезды в команде то кто из них ярче да каждый будет перетягивать покрывало на себя все на одном уровне каждое мнение очень важное каждый опыт очень важный им очень тяжело договориться всегда должен быть или виду фразу тоже мне не нужна команда звезд мне нужна команда да и сейчас у нас близко близко к звездной германии но самый апогеем для меня стало когда ребята начали вместе ходить на митинги вот но у нас выборы то есть ребята начали вместе ходить потом автозаке покатался но это все равно дружески встречалась то есть поддержка все такое ребята забавно было когда мы забавно было собраться чипсонов поесть после работы вот просто стихийно всякие такие ивенты но то есть ребята сдружились ребята друг другу доверяют помогают но нет такого что кто-то кому-то а вот он мудак вот я ненавижу вот но мы как минимум все могут друг другу открыто проговорить о своих каких-то конфликтах наездах но это самое главное в том что но у нас все-таки высоковозрастная команда то есть у нас средний возраст где-то 28 лет в команде людей вот но у нас 8 человек то есть у нас такая выборка достаточно ну и плюс ребята это свитчеры да это отдельная категория айтишников которые очень долгое время работали но каких-то других областях ну чтобы вы просто понимали контекст про мы работаем они работали долгое время других областях кто-то барменами кто-то там кальянщиками кто-то в качалке очень много них есть разного опыта и они могут оценить да то есть них есть сравнение было стало то что какой-то свой опыт который они получили там они и мы с радостью его берем и принимаем в этом вся идея то есть если все одинаковые тишники не видели только идти но уж ними тяжело договориться по что жизни то они не видели они сталкивались с трудностями не работали с людьми они не могут понять некоторые процессы им очень нужен какой-то такой наставник куратор который будет рассказывать а это он обиделся это он не просто считаете мудаком ну то есть нужен уже психолог который можно будет выговаривать какой-то agile менеджер учит а вот этого тема вот у нас это не нужно люди возрастные есть конечно маленькие люди но они на самом деле в этом высоковозрастном коллективе тоже очень быстро прокачиваются эмоционально и морально и по совски вам вообще прям я очень горжусь тем что получилось и наверное я вам прям себе звездочку поставлю на погоны я куплю погон один погон с одной звездочкой вот есть полоски когда мы релизный продукт то есть я а я побреюсь наконец да я мы договорились с а бриться не буду но у меня так получается что я чиню зубы у меня было маленькие операции на лице вот и мне пришлось бриться то есть я не мог не бриться и и вот поэтому ладно я его я за нас обоих да ну и короче мой вывод работать менеджментом отстойно то есть отстойность заключается в том что если вы смотрели какие-нибудь бизнес фильмы про американских менеджеров они приходят раньше всех уходят позже всех еще могут где-то остаться по обтирать какие-то стратегии то есть я начал очень хорошо понимать политика как они это все делают зачем мы им чтобы и что они там делают как они там стратегии вот планы вот эти коверные игры зачем это делается ну во первых чтобы менеджмент действовал согласованно да то есть если условно я что-то делаю а игорь в это время прибегает и делает что-то в другую сторону а потом у нас нас как бы трое менеджер менеджеров сейчас четыре было трое осталось четвертого мы немножко отстранили подальше от команды вот на всякий случай но чтобы совсем бардак бардака не было вот и нам надо как-то договариваться и вот эти договоры мы не можем вести днем то есть днем все работают поэтому мы овертаймим после работы где-то гуляем где-то там сидим кофе пьем где-то там собираемся это все еще работа но мы вырабатываем стратегию мы обсуждаем плюсы минусы мы в какой-то момент вели практику экспериментов мы решили что все-таки стартапы мы можем ошибаться это самое важное это самая важная часть при том у нас есть опытный игорь который на самом деле без игоря у нас бы было бы как у всех мы бы наверно бы обсирались как все у нас были конфликты как у всех наверное бы в какой-то момент такие хрен с ним давайте нами менеджера какого-нибудь еще вот ну мы бы пришли к чему-то такому чтобы пришла к м девочке и занималась тупо там project management agile коучингом но и опять скорее всего было бы неопытная девочка что мы такие не знали понимать как-то оценивать но был бы бардак я уверен игорь у нас выступает кризис менеджментом когда я и ребята совсем обсираемся такие ручки в говнишке вот тогда приходит игорь с алфетками и говорит ребятки вот тут посмотрите вот сюда или отводит кого-то в сторону если там был конфликт в команде проговаривает но чтоб человек оценил с другой точки зрения чтобы понял что возможно конфликт это и не было вот психолог говорит психотерапевт ну подумай вот эмоции понятно вот возможно такая проблема и договариваемся то есть мы пытаемся чтобы но он решает конфликты между разными участниками нашего коллектива однозначно когда они появляются но любой конфликт так или иначе виден что человек приходит я с ним не буду общаться явно или там я молчу или там гадости говорю вот им именно ему потому что он мне не нравится вот игорь вот эти косяки в нашем коллективе задавил вот и я считаю ну мы на этом пока игре их давил он нам уже еще рассказывал почему как куда что он делает мы неплохо прокачались но и плюс ребята которые участвовали в конфликтах тоже прокачались то есть я считаю что это был невероятно для вас вы создали самих свою команду сами мы человека уволили в команде сколько 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 мы работаем где-то месяцев пять вот где-то так то есть мы уже уволили одного человека да мы расстались он сам уволить нормально но он сам хотел сам уволился то есть мы приложили много усилий чтобы поговорить с ним узнать что не так но человек не хотел с нами сотрудничать позовем это так ну то есть он не совсем понял что от него требуется но тут вопрос в том что нет конкретно его вины нет конкретно наши вины ну просто так бывает люди не сошлись не вписался в команду ну короче мы бы мы пообщались с ним перед увольнением n дней по n часов то есть проговорив во все возможные вопросы что где наши ожидания его ожидания то есть вот такие беседы они прям крутые сейчас у нас вторая фаза найма людей более спокойная то есть если мы сразу нанимали в режиме ну пикет стартапа назовем это так ну да то есть пробросили хайп фейсбучек во все социальные сети всем друзьям какие-то люди дошли то есть даже не рассказывай про это пускай это будет твоя фишка давай я расскажу на самом деле не искали довольно смешно было ну моя версия то есть есть несколько версий людей которые не дошли игоря и моя я короче везде раскидал фейсбучики контакты мол типа ребятушки давайте вы к нам придете кто хочет приходите но я был готов с кем угодно общаться потому что да но мне было все равно то есть я был уверен что у меня есть опыт преподавания джунам разным возрастным от 15 лет до 55 лет то есть я с разной возрастной категории работал я уверен что обучить можно кого угодно у всех есть какой-то опыт нет людей абсолютно бесполезных и возможно даже если у человека нету того опыта который мне нужен например он не знает сас знает лес а мне нужен сас я его научу я оценю насколько он обучаем насколько он стрессоустойчив но я понимаю я уже могу это оценить и тогда я чувствовал себя еще более уверенно так вот мы кинули клич но так получилось что когда я кинул клич у меня завалили бумажной работой бюрократической от которой я не был готов я не ждал что мне ее прилетит работа заключалась в том чтобы составить рудмапы согласовать сроки описать количество фичей договориться подписать кучу договоров вступить в компанию организовать компанию вступить в пвт написать акты ну короче там ну меня на самом деле из колеи выпила на месяца полтора-два вот пока этим всем занимался и это было просто одномоментно мы пришли сказали но давайте делать давайте делать вот вам стол ноутбук интернет вот делаете мы такие хорошо но нам еще нужны люди мы так оценили сколько нам нужно кто нам нужен вот а потом нам прилетела у его туча бумаги бумажной работы и непонятные дедлайны то есть нам говорили нам нужен этот документ завтра и другой вау нихера себе никогда его не делал но уже завтра нужен и ты сидишь учишь как его сделать в итоге меня это выбило и получилось так что я с людьми договаривался о встрече заранее потом не прилетели эти бумаги и свойственные манере я побежал решать те дела которые мне вот прилетели и которые я считал более важными а про собеседование меня так легко выбило из колеи потому что мне много людей писал одновременно у меня было наверное чатика в 50-100 вот на тот момент с разными людьми с бизнесом с нашей компании с других каких-то начинаний своих я еще метапы тогда делал по тренингам по youtube то есть меня прям информационный был перегруз и было до смешного люди приходят на собеседование вот они стоят на крыльце пишет мне а я уехал вот я просто уехал вот просто физически меня там уже нету и я такой игорь разберись и кидаю игорю ссылочку типа давай разберись кто что не знает вообще кто и зачем пришел мы там по сусекам собирали еще каких-то людей потому что игорь войти не с учет но грубо говоря в программирование не может оценить там например он java скриптизер или он вебмастер да он пхп разработчик или он просто там не знаю человек с улицы ну он может оценить какие-то персональные качества там хочет ли человек работать как он будет работать нужен ли он нам вписывается ли он в команду но может ли он работать мы не можем вот поэтому у нас были стихийные организованные вот эти мероприятия а иногда мало того человек чтобы попасть хотя бы ко мне давайте я расскажу какой квест ну то есть я кидал контакты игоря чего ну я без особой мысли кидал просто контакты мол типа сам напишешь сам разберешься и уходил и пропадал то есть если он не писал игорю то все на этом наш разговор с человеком закончится потом я подумал окей я напишу координаты примерно где мы находимся то есть я забывал написать этаж и записал забывал написать кабинет я писал просто адрес и контакты я рассчитывал что его встретят в холле и проведут вот так получалось что не только на меня прилетели несчастье я кинул контакты нашего дорогого гайдара до без имен кинул дорогого нашего бэкэнд разработчика кинул его телефон и забыл кинуть telegram вот но и люди некоторые не писали ему в telegram пытались позвонить а он в этот момент у него закончились деньги на телефон я об этом не не знал поэтому люди не могли дозвониться некоторые мне потом не писали приезжали на место звонили по телефону телефон был недоступен они уезжали ну и все те кто писали мне ну такие мол я приехал почему-то не могу дозвониться но они не говорят мол типа вот негодяи телефон не берут почему-то по какой-то невероятной причине не могу дозвониться пожалуйста помоги тогда еще помогал этим людям и они все-таки попадали на собеседование ну то есть технически это выглядело как ты проявил инициативу пробился к нам в кабинет попал все-таки ну а значит у тебя есть достаточная мотивация чтобы с нами работать то есть мы сразу этих людей ставили огромный плюс вот плюс еще общались и в итоге из всех собеседований что мы провели мы отказали только одному человек моим до двоим мы отказали но первое что один человек сильно себя переоценил деньгах то есть он попросил там в три-четыре раза меньше мы его взяли вот второе себя оценил стрессоустойчивости и целях то есть он такой типа я просто хочу работать а зачем не знаю не ну примерно так звучал ну давай это моя интерпретация что собеседование скажем так войти компании а шаблонная шаблонная собеседование скажем так участвовал еще я то есть они меня использовали как тяжелую артиллерию то есть у нас был хороший полицейский плохой полицейский очень и очень плохой полицейский и моя задача заключалась поймать слабость человека узнать эту слабость и посмотреть как он слабостью справляется то есть те кто плыл то есть ну все я им объяснял сразу почему и как это все прямо у нас собеседовать объяснял кто он был хороший и почему он был плох в бычок ну вот как то так и всех кого мы выбрали уволили только одного ну потому даже я сказал сразу что сам уволился вы никого тут не уволили не ну да не важно суть в том что но помимо этого ну так мы в стартапе и я плюс-минус войти тусовки белорусской нахожусь то есть я про всех людей собрал фидбэк то есть я у нас не было людей про которых я но со стороны мне не знал то есть у меня был фидбэк на всех плюс я многих знал очень давно то есть мы где-то виделись где-то с кем-то мы долго общались то есть фидбэк у нас был уже внутри не свое мнение по этим людям мы их просто оценивали вписываются на коллектив или нет ну и плюс у них была своя внутренняя инициатива к нам попасть то есть это тройной плюс и вот как то так сейчас мы к собеседованию подошли немножко более осознанно у нас есть больше времени нас не давят какие-то там неожиданные дела вот поэтому у нас все спокойнее проходит оно выглядит сумбурно но весело оно выглядит организованно ну по сравнению с тем что было никаких тестов никаких там а давайте поговорим на английском блин какая разница как дела нужен будет английский люди потяну достаточный уровень английского чтобы разговаривать за месяц вот я уверен за два то есть уже будет достаточно хорошо нет мотивации нет необходимости его использовать дай бог с ним ложечки мы же не пытаемся пока сделать картинку на ровном месте мол смотрите какие у нас все англичане сидят из недавнего мне сказали у меня какой там самый высокий ци один а русский ну а российский уровень носитель носитель чего учебника словаря любишь ты такие Ну а почему я так? На соображалку, на реакцию, насколько быстро соображает. Ну вот. Насколько острый. Ну короче, совсем лишних людей у нас нет, все нормальные. Мне все нравятся, со всеми удобно работать. Ну вот, и смешного, и смешного, и последние события. Мне как-то пишет друг, говорит, пошли на турнички. Я такой, ну пойдем. Ну у меня половина друзей айтишники, чтобы вы понимали. То есть у меня мало друзей из каких-то других областей, потому что им со мной скучновато общаться. То есть я могу, у меня может спросят что-нибудь, я могу там рассказать, чем я занимаюсь, но я вижу по глазам, что могу просто два слова сказать, ничем. Вот. Поэтому у меня как-то больше айтишников. Так вот, мне пишет друг айтишник по такой, погнали на турничке. И я думаю, ну в принципе, я там устал кодить, погнали. Вот мы днем решили на турнички. Говорю, ну вот мы в офисе сидим, заедь за мной и пойдем. Вот. Он приехал в офис, заходит, видит ребят. Такой, привет-привет, со всеми пообщался. Смотрю, уже нашел там знакомых, встретил. Сидит с ними, смотрит проект, кодит уже, вовлекается. А потом говорит, а вот я недавно уволился. Суть до дела, мы что-то общаемся. И смотрю, ему интересно становится. Говорит, ну вот я пару месяцев буду работу искать, давайте я вам помогу, потому что делать нечего. Но мы такие, ну как бы, ну давай. К вас собеседовали, спросили, что умеет. Не собеседовали. Поговорили, поговорили. Поговорили. Мы же на турнички собирались. Так мы на турничке. Возник вопрос, говорит, ну а как мы ему дадим доступ, если у нас с NDA? Да, у нас все официально, у нас все по всем документам, все по закону, все честненько. Да, да, да. И мы такие, ну как бы, нам помогать вот так ты не можешь, тыры-пыры. И он такой, ну давайте буду бесплатно. Ну как я помните, говорил в одно время, все, бесплатно помогать глупо. Поэтому, да, и нам как бы бессмысленно. То есть, мы что там, последний рубль, мы там сидим на печи. Но он видимо представил, что это мы там с друзьями пилим свой какой-то проект. Ну мне так кажется, со стороны это выглядело. Ну после фразы NDA, я думаю. Нет, ну все равно он как-то там, видимо представил, что мы пилим стартап, мы бедняжки там умираем, вот ищем инвесторов. Одноклассическая эта схема. А, ну да. С друзьями на хате пилим стартап. Да. Вот. Ну и в итоге все закончилось тем, что ребята пришли, провели ему нормальное собеседование, оценили его по качествам, посмотрели, что в принципе он в наши рамки вписывается, в команду он вписывается, со всеми он и так уже там разнакомился за полдня, пока он меня ждал на турничке. Вот. Ну и решили его нанять. Вот. Предложили зарплату, договорились и все. Вот он через неделю уже будет работать. Вот такие смешные наймы у нас иногда случаются. Ну почему нет? Да. Ну в любом случае это классно, на мой взгляд, что мы так можем себе позволить. Ну да. Да. И при том, что вот как раз и у нас необходимость в таком человеке была. Да. Вот. И это забавно. Ну, и закругляясь про менеджмент, могу сказать, что работа нифига не простая. Она требует креатива, творчества. Думать надо не меньше, чем в программировании, а иногда и больше. Потому что, ну, в программировании ты мыслишь какими-то компонентами, какими-то шаблонами, модулями. Ну, грубо говоря, твой инструментарий заканчивается там, где заканчиваются границы того, сколько ты всяких вещей потрогал, пощупал, увидел, почитал, изучил. Ну, с твоим кругозором айтишным. Да? Вот. И пониманием, насколько быстро ты там можешь из говна этого всего собрать что-то рабочее. Ну, при том, еще помним, что у программистов часто это там какая-то такая системная ошибка. Я там какой-то модуль прикручивал. Угу. И вот произошла какая-то фигня с ним. Ну, и сидишь там неделями, пытаешься разобраться, а что за фигня. Вот. А в менеджменте ты сидишь, и вот у тебя вот такая нерешабельная фигня может ценуться неделями, просто потому что, ну, нету хорошего решения. У тебя все решения какие-то такие… Говно. Плюс ты не можешь оценить, у тебя нет всей информации, нету какой-то спики, мол, типа, делай вот так. Ну, особенно по твоему проекту, по твоим людям конкретным. Ну, тебе про твоих людей, про твою команду, про твою ситуацию никто не расскажет. Никто. Гугл не помощник. Единственное, что ты можешь взять в свою ситуацию, поехать к менеджеру такого же или побольше опыта и пообщаться какими-то, накидывать ситуации, гипотетические там варианты, проработать разные варианты развития событий, стратегии. И потом уже с этим набором пробовать то или иное. И я вот начинал говорить, и мы в команде завели правило. Раз мы стартап, мы можем ошибаться, мы решили раз в неделю, раз в две недели, если нас не устраивает что-то, мы можем спокойно поменять процесс. Завести абсолютно новый там. Например, делали, ну на самом деле мы, наверное, попыток восемь сделали в сумме. Мы пробовали делать классически, как в больших компаниях. с процессами, с ТЗ, с задачами, бордами, с планами, с рудмапами, с фичами. Вот этими фичами, которые в сторис превращаются, да, целые истории большие. С коммитами, с фичами, с бренчами. Ну, не работает. У нас не работает, потому что в какой-то момент очень тяжело тестировать, очень тяжело переключаться между этими фичами, бренчами тестировать. Ну, и по итогу, по скорости, по производительности, по перформансу, по качеству, ну, мы подумали, что мы можем лучше. Да, мы взяли этот процесс, выкинули на помойку. Придумали свой какой-то новый, попробовали. Ну, он стал чуть-чуть лучше. Мы какие-то части оставили, выкинули, взяли другой. И вот просто начали экспериментировать и все, ну, просто мы договорились. То есть никто втихо... Самое важное, что процесс начал устраиваться, когда говорить начали не просто менеджера, а все. Да. А мне так неудобно. А почему тебе так неудобно? А мне неудобно. А если вот так? А вот так? А давай попробуем. А давай. И погнали. То есть решение принято. Все. И все должны следовать этому решению. Потому что все его приняли. То есть все его приняли. Не важно, кто его озвучил. Без разницы. Кто его вынес на обсуждение. Кто его вынес на обсуждение. Без разницы. Все решили, что да. А почему и нет? Погнали. Все мнения важны. То есть если кто-то сказал, меня так не устраивает, мы это решение принимать не будем. То есть нам достаточно... Давай искать дальше. Нас устраивает, если один против, значит все против. То есть мы идем, подбираем решение, когда все за. И на самом деле вот этот диалог, то есть мы выносим какие-то важные движения, решения. Не просто типа давайте вот так. Ну типа мы хотим вот так. Мы вот решили. Потому что мы можем. Мы... Я считаю, что должно быть вот таким образом и никак иначе. Не. Мы так не делаем. Мы выносим все на диалог. Мы с каждым участником построили диалоги. У нас даже с некоторыми участниками есть ретроспективные звонки. Вот. Ну это их инициатива. Да. То есть после работы в какой-то день могут позвонить и попросить фидбэк о себе, о своем поведении, рассказать про свои эмоции. Я могу рассказать в ответ про то, что я вижу. И люди получают обратную связь с разной точки зрения. И это позволяет им работать над собой. То есть работать над собой не только скиллами, хардовыми, читать спеки, но и моральными. И выстраивать свою речь. Поведение свое. Менять свое поведение, чтобы еще лучше. Потому что я понимаю, что наш проект может закончиться. Вот мы с этими ребятами делаем, делаем, делаем. Ну и никто не такой, что типа всю жизнь ты теперь будешь работать с нами. Окей. Если он завтра уйдет, я только буду рад, что он чему-то научился. И я его буду поддерживать в его выборе. Если он увидит, что ему здесь больше нечему учиться, что он не растет, я его сам выгоню. Я ему скажу, родной, ну ты стоишь на месте, подумай. Да, будут какие-то у нас в голове варианты, куда этих людей пристроить. Мы видим, что возможно там классное есть место. Конечно, я предложу ему попробовать это место. То есть держаться так, что типа ты нам что-то должен? Нет. Все понимают, все взрослые люди, что мы здесь, потому что есть возможность вместе реализовать классную штуку. Ну и заработать. И научиться. Самое важное. Да. Моя вторая задача, чтобы люди реально заработали. То есть не только сколько мы там договорились, а больше. То есть моя задача заплатить им больше, чтобы они заработали больше. И я не буду ждать, пока они придут за зарплатой. Но мне это не интересно. Я сам не люблю эти разговоры. Типа я хочу больше денег. Да, да, да. Я так решил. Да, да, да. Очень хочу. Да, да, да. Почему? Не знаю. Но вот все хотят и я хочу. Ну вот. Понятно, что у человека есть свои какие-то там задачи. Кто-то копит там дом. У кого-то есть какие-то цели. У кого-то есть какие-то инициативы, дела вне работы. И для меня обидно будет, если вот люди будут это все прятать. Ну зачем? Мне это не нужно. Я сам расскажу, чем я собираюсь там вне работы заниматься. То есть это не секрет. Кто захочет присоединиться, кому не хочется, ну не надо. Вот. Ну как бы я тоже себя не приковываю, что я буду делать этот проект всю жизнь. Ничем кроме него заниматься никогда не буду. Вот. Возможно, мы год там поработаем вместе. Хорошо. Поработаем два года вместе. Великолепно. Разойдемся. Супер. Но я все равно буду помогать всем людям и надеюсь, что мы как бы не потеряем контакт. Отношения, да. Нас не разкидает по всему миру и мы будем вот он гондон. Вот. Это мне не хочется. Это не интересно. Этого не будет. Этого уже не будет. Вот. Вот над этим мы работаем. И... Ну на самом деле сложно. То есть с моей стороны было очень много разговоров с руководством. Мол, типа, где деньги? Любовские. Вот это вот. Наверное, моя... Я не знаю, как это со стороны выглядит. Но пару раз я прям сильно обосрался. Это не вымогательство. Блин. Это не вымогательство. Это кризис-менеджмент. А, вот так это называется. Да. Ну мы... В мое время это называлось рэкет. Не, ну мы же заранее, мы прям сильно заранее об этом говорим. Я шучу. Если бы я пришел и сказал завтра, иначе все уйдут, но это был бы рэкет. Вот. Мы сильно заранее это обсуждаем, чтобы все успели там согласовать бюджет. Я же понимаю, что договора заключаются, бумажки готовятся. Работники, я понимаю, но ребята, которые просто работают, делают свое дело, пускай они делают свое дело, пускай они не думают. Это не их задача. Да. Там нету заправки нужной. Здесь. Ну, короче, это не их задача этим заниматься. Да. Потому что я понимаю, что есть сроки, есть дедлайны, есть какие-то моменты, когда повышение возможно вообще зарплате, какое-то движение по деньгам. А потом нет. Ну, потому что все договорились, но никто не будет какие-то бизнес-планы менять, договора переписывать. Ну, это такой геморрой, что лучше вот эти моменты обсудить с ДО. Вот. Ну, я обсуждаю. Ну, и плюс получается, что заказчик в курсе. Да. Меня никто не просил, я решил просто, что это моя ответственность, и я этим занимаюсь в свободное время. Вот. Прокачался в этом просто великолеп. Да. Ну, мне кажется, что это нужно. Ну, это нужно. Иначе мы будем какие-то рандомные вещи получать, и не хочу с ними возиться. Это такой геморрой мелкий. Вот. Так что, вот так. Это моя какая-то ситуация в менеджменте. То, что я увидел. Какие-то моменты, я не знаю, может кому-то интересные были, я рассказал. Ну, твоё отношение к менеджментам изменилось? Вот. 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 Год назад и сейчас. Я лично считаю, что менеджментом, ну, именно таким серьезным, целенаправленным со стратегическим планированием, где можно там проговариваться, звоны, собирание стратегий. Ну, им надо заниматься на фулл-тайм. Им невозможно заниматься, типа, как в стиле тимлида. Да. То есть, я там, типа, полдня кожу. Еще при том, знаешь, местная эта фишка, типа, я кожу сложные штуки, я ресерчу сложные штуки, наперед. Чтобы моя команда пришла, и там ей было все понятно, и у меня было какое-то экспертное мнение, я мог там, типа, рассказывать и там еще давать, типа, иди сюда. Вот. Это невозможно. То есть, нормальный менеджмент и вот эта вещь, они невозможны. Просто это надо либо работать, как я вот решил поработать, по 16 часов в день, по 20. То есть, у меня были забеги там и по 24 часа в день, когда я просто не спал сутками, по несколько суток, чтобы просто успеть и в дедлайны, и успеть порешать все вот эти вопросики. А потом еще неделю мог отсыпаться или вообще там что-то как-то стабилизировать. И сразу и не там, и не там, и не то, и сам загонит, да? Да, да, да. Но у нас был такой момент, особенно на самом старте. То есть, у меня было два месяца прям адского ада. Вот. Так что невозможно, да? То есть, либо ты на 100% уходишь в менеджмент, и тогда у тебя все там чики-пуки, и ты можешь иметь какой-то контроль, да? То есть, понимание, контроль, психологическое какое-то принятие каких-то вещей, что они не получатся. Ну, ты должен сам принять, да? Сказать, типа, Егор, все, выдыхаем, вот этого не будет. Вот он хочет, он босс, и у него есть там клиент, он принес денег, но все, это невозможно. То есть, это возможно только вот в каких-то вакуумных условиях, либо при какой-то другой команде, да? В этих наших условиях, в нашей реальности мы обосрались, все, это ставим крест, двигаемся дальше. Мы хотя бы сделаем вот это, чем мы будем пытаться сделать героический рывочек, и... И посмертно мы все будем героями. Да, и посмертно все уволимся, и пойдем на другую контору, да? То есть, это бессмысленно, если, ну, для этого нужно еще принять, да? То есть, ты можешь, как бы, мысленно сказать, да, но внутри ты такой, ну, нет, давайте попробуем, это все-таки еще вполне возможно. Вот пока этого принятия нет, ты нервничаешь, да? Чтобы не нервничать, надо отпустить. Вот, это требует времени, и это ни хера не просто, потому что на тебя давят сверху и говорят, ну, чувак, мы сейчас заработаем миллион долларов. Конечно! Если мне кто даст исходники Фейсбука, которые я смогу там раскатывать, и там, уже там, ну, а еще плюс Майкрософта и Гугла, чтоб я еще вместе это склеил, еще сразу склеенное, конечно, мы заработаем миллионы долларов. Я думал, пару миллиардов сразу. Сразу, ну, уйдем в золотых трусах. Но такого не бывает, да, то есть мы находимся в реальности, где какие-то вещи, они переоцененные, или визуально мы видим картинку, или там менеджер, или те, кто заключает контракт и делают продажи, они видят что-то там, вот. Благо, у нас процесс построился таким образом, что продажники с нами консультируют. Они звонят, ну, мы попытались продать вот это, вот это, вот это. Мы вообще это сделать можем, вот за такой-то срок. Ну, и вы можете подискутировать, в каком качестве это может быть сделано. Есть разный уровень качества, еще раз говорю. То есть, если мы пытаемся сделать супер качественно, как делают в статьях, как в корпорациях 100%, назовем это 100%, это занимает колоссальное количество времени, и каждую фичу можно планировать, там, месяц, там, полгода, да. Если мы говорим о 60% качестве, то есть, это какая-то фича, которая просто работает, а не просто решает бизнес-задачу. Без каких-то там, типа, мега классно, стабильно, ай-яй-яй, просто решает бизнес-задачу достаточно стабильно, чтобы ей пользоваться. Вот это 60%, я оценю. Его можно сделать, допустим, за неделю, да. Но это не вот этот enterprise solution, да. Если это устраивает наших продажников, их клиентов, то давайте продавать. Не устраивает, давайте не будем продавать, потому что мы так все просто в ногу будем стрелять и все сдохнем. Вот. И вот такие диалоги, они идут постоянно, да, помимо того, что мы работаем. Так как вы меня выбили из менеджмента, да, то есть, мое мнение нечестно, просто меня вытолкал Игорь из менеджмента в какой-то момент. Мы могли потерять очень классного кода. Потому что мы в какой-то момент сильно вывалиться из сроков и я решил, что похер, я займусь чисто кодингом и я ушел просто на сто процентов заниматься разработкой фичей, вот как раз ресерчем сложных архитектурных задач, каких-то имплементаций сложных задач, а менеджмент я оставил Игорю и мы наняли Юлю, который ему помогает и курирует вместе с ним какие-то наши процессы. Поэтому у нас три менеджмента, я все равно участвую в каких-то процессах. Обязательно. Но я участвую со стороны, когда ребята все пореследовали, все поресерчили, приняли все риски и мы какой-то заключительный этап решения уже принимаем вместе с согласовыми. Как будем делать? Как президент, да? Такой, хочу вот так. А, вот так вот. Да, 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 да. Кто-то же должен поставить под флаг. Вот. Мы к такому варианту пришли, поэтому, когда я переключился на кодинг, я прям выдохнул, но я все равно выдохнул на половинку, потому что я получился как тимлит, да, то есть я когда сбросил себя менеджмент, у меня остался кодинг, который я хочу делать сложный и закрывать кусками функционал. Но у меня осталась еще команда, которая все-таки ходит ко мне к консультации, как к эксперту, как к ментору, и я считаю, что, ну, после очень долгого общения с Игорем, то есть я ему объяснял, что я могу решить вот эти сложные наши вещи за такой-то более короткий срок, но я не буду уделять внимание команде, я просто там сяду в карцер, да, условно, и просто закончу вот то, что нам надо закончить. А Игорь такой, чувак, нет, не делай этого, давай, ты будешь с командой и пускай мы там по этой сложной важной фичи, мы ее пройдем или там сделаем в самый последний момент, но зато команда будет решать задачи, двигаться вперед вся. Вот. И в итоге мы начали менять под это процессы, потому что изначально мы рассчитывали, что мы как-то изолированно будем двигаться, да, изолированные фичи, не пересекающиеся между собой никак в команде. мы решили, бог с ним, мы все фичи будем делать пересекающиеся, но вместе, вся команда дружно двигает проект. Это оказалось очень клево, то есть ребята стали более дружнее, конфликтов стало меньше, и мы реально чувствуем, что мы двигаем что-то вместе. Команда растет. Но я как по кодингу начал тратить там три, у меня время на кодинг ушло до трех часов, то есть я могу три часа потратить на программирование, а все остальное время я помогаю ребятам, тем всем, где-то я занимаюсь тем, что я вычитываю кусками код и говорю, ребята, ну давайте вот так, еще провожу какие-то мини мендерские лекции, сессии, там часовые, где я рассказываю, как что делать. И я вижу, что со временем, то есть прошло там две-три недели после того, как мы вот такой режим переключились, ну четыре недели прошло, команда начала более быстрее двигаться, более осознанно, меньше допускать вот эти ошибки, а вот эти ошибки, они бы реально вылились, по моим оценкам, в кучу неконтролируемых багов, то есть мы бы сделали вот типа ха-ха, коробочка, а потом бы начали типа вот тут баги, вот тут баги, ой, неожиданно, ай-яй-яй, как так? И мы бы начали, ушли бы в какое-то бесконечное тестирование, фиксение багов в самый последний момент, мы бы просто там утонули на сапорзе. Потому что, возможно, ну мы просто какие-то части просто кардинально переделали, потому что я туда подключился, начал контролировать, что конкретно происходит. И весь процесс стал более, мы, он бы мог это сделать один усилием воли и, скажем так, получение звезды героя посмертно быстрее, один, но и потом бы уже портить то есть мог бы опять-таки только он и там еще неизвестно по багам что. И надо было бы растить потом команду. И потом надо было бы уделять все время туда и опять эти психи, опять эти нервы, но фиг с ним, со сроками мы разберемся, но у тебя есть опора, уже, уже опора есть. Да, уже можно. А сейчас мы решаем последнюю проблему, которую мы не решили в нашем коллективе. Это проблема смерти одного важного персонажа в нашем коллективе, вот, ну а вдруг его собьет автобус, или он там заболеет, или коронавирус, или еще что-то. Ну и все, на текущий момент у нас есть пару персонажей, после смерти которых, ну, условной, да, фантазии, наш проект может умереть. Вот, мы решаем эту проблему, потому что мы оценили риски, мы оценили сроки, и мы пришли к выводу, что нам надо решить эту проблему здесь и сейчас, в ближайшее время, мы ее решим, да. То есть у нас поменялся план по найму людей, и это, ну, мы к этому пришли через такие дебри процессов, дебри экспериментов и наших ценностей. То есть технически мы построили нашу внутреннюю девелоперскую культуру. На это у нас ушло пять месяцев и четыре… Я даже сказал, и перестраиваем корпоратив. Да, сейчас начали корпоративную этику выстраивать. У нас в команде реально, если изначально было три человека, там два, потом три, потом резко восемь. Теперь у нас порядка десяти плюс человек, еще какие-то люди участвуют, которые там не явно в нашей команде находятся, но они находятся в команде поддержки дальней, которая уже толкает наш продукт там на рынок. Там, возможно, еще три-четыре человека. Итого команда может до пятнадцати человек работает. На это у нас ушло пять месяцев. И у нас есть какая-то корпоративная культура, у нас есть диалоги, которые выстроены на всех уровнях. И я считаю, что мы, в принципе, построили IT-компанию за пять месяцев, которая, в принципе, может дальше стабильно развиваться. Да. Уже да. Которые мы можем, мы можем из этих пятнадцати людей, в принципе, сделать тридцать людей без потери контроля над происходящим. Без потери качества, без потери контроля. Да, да, да. То есть мы оплаживаем… На данном этапе уже в большей степени команда, которая первая, она уже будет… Учить… Сама выстраивать процессы, сама фильтровать… И поддерживать людей. И поддерживать людей. И сама поддерживать людей, то есть уже сама. То есть она уже становится сама команда, самодостаточной. То, что называется в agile, full agile – это сквот. Вот у нас есть один сквот в двух направлениях. В бэкэнде один свой, и во фронтэнде другой свой. Да, и они уже внутри могут спокойно еще анбордить и вовлекать людей. И у нас плюс построены еще такие, ну, в agile есть такие типа объединяющие команды такой, типа между отдельчиков. Вот. Мы это тоже построили, закрыли эти компетенции. Ну, это, блядь, ни фига не просто. То есть, если честно, 4 месяца были адовые. Вот. Пятый месяц мы уже выдохнули. Да. То есть мы поняли, что те сроки, в которые мы стремились… У нас притом произошло опережение сроков на 2 месяца. Вот. То, к чему мы стремились, мы достигли. То есть у нас были чекпоинты, мы все их прошли успешно. И у нас есть опережение, у нас есть дальнейшее масштабирование. У нас под это все еще подполз бюджет. То есть у нас был очень сильно ограничен бюджет на наивно сотрудников. Он потихонечку увеличивается. Вот. Мы, конечно, не можем хлопать в ладоши и увеличивать себе пропорциональные зарплаты. Себе нет. Потому что тогда мы рискуем, что если вдруг там какой-нибудь коронавирус второй придет или еще что-то, мы можем просто не дожить до каких-то таких денег, которые позволят нам дальше хорошо жить. Вот. Поэтому мы эти риски спокойно контролируем. У нас все вроде бы в этом плане в денежном, в команде, все везде под контролем. Мы прям уверенно себя чувствуем сейчас. Я могу сказать. Пять месяцев. И это пять месяцев с нуля. Да, то есть. Поговорите со мной об аджайле. Вот. Теперь мы можем прям уверенно говорить, мы умеем как строить эти компании. Вот. Когда мы релиз... И аджайл здесь ни при чем. Релиз продукта в тот дедлайн, который нам поставили ожидаемыми, при том с условием того, что мы опережаем дедлайны уже. Но нам поставили все равно какой-то внутренний дедлайн, который мы не можем нарушить сейчас. То есть мы взяли обязательства, мы подписали договора на эту тему. Вот. Но если мы их достигаем, то это звездочка. И это... Я тогда запишу отдельное видео о том, как это было. То есть мы запишем видео о... Ну, нам разрешили, короче, в декабре записать доклад с технической стороны, когда мы расскажем о технических нюансах. И я там расскажу историю развития, эволюцию методов подходов к программированию и организации именно кодовой базы с кодовой стороной. Но это после декабря. Вот. После, там, условно, сентября мы запишем видео, насколько успешно, неуспешно, работа над ошибками. Да? То есть мы запишем видео наших ошибок, где мы обосрались. Я думаю, это более полезно, чем у успеха. Да, да, да. Типа, мы такие не ошибались, мы все делали по учебникам. Нам пришел умный дитя Игорь и сказал, пойдемте, я все знаю. Такого не было. Вот. Мы все строили с нуля. Самое главное было, что им было позволено, точнее, даже было обязательно совершать ошибки. А задача, и именно в этих ошибках, в их решении, преодолении создавалась эта вся команда. И они создавали именно те отношения, которые очень крепкие становятся. Сами. Сами выстраивали процессы, удобные для них. А задача нас, менеджеров, была направлять их в нужную сторону, чтобы они не вываливались за рамки. И подсказывать, подсказывать, подсказывать. И это пять месяцев с нуля. Так что на этом все. Я думаю, вы поняли, что невозможное возможно. Что в принципе можно строить эти компании даже в условиях коронавируса. При том, что, смотрите, был везде коронавирус, все удаленно работали. Мы как-то эту ситуацию прошли. Да. Даже не заметил. И она по нам не ударила вообще никак. Да. И самое главное, что мы порешали еще и финансовый вопрос. То есть мы типа могли сказать, ой, коронавирус, ай-яй-яй, давайте всех увольнять. И мы могли бы и проект похоронить. Ну и зачем. Да. То есть мы из этой ситуации элегантно вышли. То есть у нас было много проблем. Они все были неожиданные. Очень много юридических проблем. Очень много проблем, связанных с тем, как еще сделать работу нашей компании еще и более выгодной для наших ребят. Мы им потом расскажем. Да. То есть... Да и вам потом расскажем. Да. И потом вам всем расскажем, как мы это порешали. То есть мы будем стараться... После сентября мы, наверное, объявим. Вот. Будем стараться построить бренд. Вот. Уже такой какой-то крепкий и уверенный. А пока мы просто продолжим эксперименты. Нам надо выдержать дедлайны. Поэтому у нас много работы. Поэтому немножко видео задерживаются. Все, ребята. Пока. У нас дедлайны. Нам пора. Все. Лайкусик. И пишите вопросы. И какие темы вам было бы интересно узнать из того, что мы делали. Именно с точки зрения управления и разработкой и команды. Мы тогда запишем видео, где мы в этих моментах обосрались. И это будет следующее видео на эту тему. Но оно будет после 9 августа, наверное, там, 15 августа. Вот. Потому что тут в Беларуси есть некая ситуация, которую надо пережить. Вот. А мы хотим ее спокойненько пережить, порешать еще свои какие-то вопросы. Да. Так точно. Все. Пока-пока. 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 Пока-пока.